Доброе утро! На телеканале Хабар Новости в студии работает Жанна Алибекова. В Мангиставской области открыт современный миграционный центр. Это позволило оптимизировать работу с трудовыми мигрантами. Всего с начала года их зарегистрировано 55 тысяч. За 11 месяцев в казну государства поступило порядка 460 миллионов тенге. Тему продолжит Динара Нургалиева. В новом современном миграционном центре граждане иностранных государств могут получить 17 услуг по принципу одного окна. Специалисты центра отмечают, значительно сократились сроки выдачи документов с 7 до 1 рабочего дня. При этом снижаются коррупционные риски и упрощаются барьеры. Упростились процедуры. Утром, подав свои документы, трудовые мигранты оформляются в течение дня. Нерезиденты могут оформить ИИН. Здесь есть представители департамента госдоходов и не только. Ранее приходилось ждать от 7 до 10 дней. Сейчас все стало проще и быстрее. Возле центра расположен мобильный флюорографический аппарат. В самом здании функционирует медицинский кабинет. Успешно пройдя всех специалистов, мигранты получают справку формой 086. Медицинская комиссия создана для проведения профилактического осмотра трудовых мигрантов. Для выявления особо опасных инфекций в состав комиссии входят узкие специалисты. Заключение дается после прохождения всех этих 5 специалистов. Окулист, лор, хирург, невропатолог, врач общей практики и прохождение флюорографии. В день мы проводим от 20 до 30 людей. В случае обнаружения инфекции трудовые мигранты возвращаются на родину. За три дня работы центра 120 иностранцев смогли встать на учет и оформить документы. Больше всего трудовых мигрантов прибывают летом, отмечают специалисты миграционной службы. Две многодетные семьи в Таразе стали новоселами. Ключи от новых квартир Тургановым и Абилбашировым вручили предприниматели города. Отмечу, по программе Туанжер в областном центре уже реализовано 14 проектов на сумму свыше 555 миллионов тенге. Очень рада, что теперь у меня есть своя жилплощадь. Думала, много лет буду стоять в очереди на жилье. Большое спасибо предпринимателям за такой подарок. Мы комиссионно посмотрели около 10 семей. Многодетная мать одна растит с шестерых девочек. И мы решили единогласно, что эта семья очень нуждается в этой помощи. В Актюбинской области будут реализованы новые крупные инвестпроекты. Лейла Ауесова расскажет подробнее. Выходцы из Актюбинской области, успешно развивающие свой бизнес за рубежом, создают новые рабочие места на своей малой родине. Скоро в регионе будут выпускать трикотажные изделия, цемент. А вдоль трассы Самара-Шимкент построят придорожный кемпинг. Слёт матерей со всей страны стал продолжением форума земляков. К этому событию открылся первый в республике центр духовно-нравственного воспитания АНАГА ТАГЗАМ. За два года по программе Рухани Жангару в регионе реализовано 89 крупных проектов на 12,5 миллиардов тенге. В новое здание переехал и областной историко-краеведческий музей. 200 миллионов тенге на его строительство выделил уроженец Хабдинского района. Всего в рамках проекта Туанжир в Актюбинской области реализовали 1300 проектов стоимостью 9 миллиардов тенге. При поддержке земляков открыли новые скверы и парки, построили детские площадки и стадионы. В селах отремонтировали социальные объекты и дороги. Лайла Ус, Вайнадин Молдобеков, Яйбек Даутов, Актюбе. Назарбаев интеллектуальная школа химико-биологического направления Караганды получила международную аккредитацию. Сертификат качества выдан Советом международных школ. Это престижная организация, которая занимается разработкой передовых методов обучения. Сильными сторонами ниш эксперты назвали систему деления учащихся на шаныраки, наличие кураторов и высокий уровень подготовки педагогических кадров. 600 университетов находятся в составе СИАЭС. И эти университеты, у нас на сайте есть вся информация по нашим выпускникам, они начинают, можно так сказать, охотиться за нашими выпускниками. То есть они начинают отбирать для себя детей уже на процессе окончания школы. То есть то, что мы и хотели, чтобы не мы бегали за университетами, а университеты теперь бегали за нашими детьми. В Шимкенте выявили преподавателей колледжей с фальшивыми документами. Всего зарегистрировано 7 таких случаев. Так, с фальшивыми документами вела занятие мастер производственного обучения индустриально-технического колледжа. Диплом был якобы получен в 2013 году в Южно-Казахстанском государственном университете. По фактам работы с поддельными дипломами проводится досудебное расследование. Всего по результатам проверок внесены 11 актов прокурорского надзора. Порядка полутора тысячи учащимся выплачено более 7 миллионов тенге. 35 лиц привлечены к дисциплинарной и 6 лиц к административной ответственности. На автобусных остановках Петропавловска установили онлайн-табло. Всего их 29. Пока в тестовом режиме запустили 9. По словам представителей обслуживающей компании, установка и подключение одного табло обходится в 1 600 000 тенге. На это выделены средства из республиканского бюджета. Для того, чтобы подключить систему, весь общественный транспорт, а это 350 единиц техники, оснастили GPS-навигацией. Устройство питается от резервируемого источника. Оно в принципе не использует сеть общего напряжения. Устройство питается от аккумуляторов, а заряжается от уличного освещения в темное время. То есть в принципе ему не страшны отключения электроэнергии. Аккумуляторная батарея имеет специальное устройство подогрева, чтобы она не замерзла, когда будет холодно. К событиям в мире ООН запросила у членов организации около 22 миллиардов долларов для борьбы с гуманитарным кризисом. Средства будут использованы для оказания помощи 21 стране. Крупнейший из кризисов зарегистрирован в Йемене, куда организация планирует направить 4 миллиарда долларов. При этом в ООН отмечают, что помимо этого, йеменскому правительству нужна дополнительная финансовая поддержка. По сравнению с другими странами ситуация в Йемене одна из худших. 75% населения страны, где в общей сложности проживает 24 миллиона человек, нуждаются в гумпомощи. ООН рассчитывает помочь им. Сегодня в Вене начнутся последние в этом году переговоры министров энергетики в формате ОПЕК+. Планируется, что представители стран ОПЕК и ОПЕК+, обсудят сокращение объемов добычи нефти в 2019 году, чтобы избежать падения цен на него. На сегодняшней встрече мониторинговый комитет выработает рекомендации по общему уровню добычи черного золота. Завтра министры стран ОПЕК должны рассмотреть их и утвердить. А 7 декабря к этому решению могут присоединиться страны, не входящие в картель, но участвующие в соглашении. Один из частных домов в деревушке Баттатсмансдорф на востоке Австрии каждую зиму превращается в настоящую рождественскую сказку. Его хозяйка Сабина Голнхубер уже 8 лет подряд украшает здание и прилегающий к нему сад. Туристы приезжают сюда специально. Причем красочная инсталляция хозяйки дома дарит хорошее настроение не только посетителям, но и работникам коммунальных служб. Счет за потребленное электричество составляет около 2000 евро, примерно 850 тысяч тенге. Это все новости к данному часу. Смотрите нас в полдень и в 13 часов. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok